Акбар. Иисус Акбар. Слушай, дед, в твоем возрасте шутить об этом, вообще стыдно должно быть. У вас есть такая книга? У меня нет такой книги, понимаете, я мусульманин. Ну да что, мусульмане разве, это же не зверь мусульманин, то у него есть, наверное, какая-то книга? Ну да, у меня есть, но я ее брату отдал, он сейчас учит ее. А такая книга есть у вас? Да, у меня вот такая книга, которая... А что написано здесь? Я арабский язык не знаю. Никто не знает, вы такие же, как мы православные, по-церковно-славянски, стоят как столбы, ничего не понимают. Надо Христа знать. Вы ошибаетесь. Нисколько. Ошибаетесь. Коран не обязательно читать на арабском. Обязательно надо читать, узнавать. Я вашу книгу не трогаю, но на нее у меня написана целая книга, целый том. Каждую... Вот я вам могу сказать его до одной буквы, сколько здесь букв в нем, исследуя его, когда это появилось. Я просто спрашиваю мусульман, скажите, что самое ценное в исламе? Ни один не мог ответить. А вот мы дружные там. Ну, дружные это хорошо. Коммунисты тоже были дружные. Самое ценное в мусульманстве – пятикратный намаз. Во, смотри. А у нас семикратный молимся мы. Связь с Богом. Это правильно. Вот намаз – самое ценное. У нас, как бы, не намаз, иман. Иман. Знаете, вера. Сама вера – вот это вот самое сильное. Это у нас называется иман. Вот человек когда... Иман – это вот самое дорогое, что есть у мусульман. Мы проехали с миссионерской поездкой от Владивостока, а живем в Барнауле, до Лиссабона. Прошли шесть мусульманских республик, Турцию. Мы встречались много. В доме мулы ночевали, ходили в мечеть. Мы беседовали неоднократно. То есть, есть моменты, которые сходятся, а когда еще о спасении души, о освобождении от грехов, остановка. А у нас Христос умер за наши грехи. Он воскрес для нашего оправдания. В Санкт-Петербурге мне пришлось... Собрание было большое. Там у них мулы. И мамы были. И беседовали. Беседа серьезная такая. Я говорю, скажите, пожалуйста, уважаемая, вот какой процент девственности у вас сохраняется из ваших детей до брачной ночи? А они меня даже не поняли. Как сколько? Сто процентов. Я говорю, у нас в седьмом классе уже трудно найти. Она на вторую букву алфавита называется. То есть, вы умеете это содержать? Умеете? Вы поняли, что я говорю? Да, да. Нам нужно учиться из священного писания и иметь доброе настроение друг к другу. И хорошее взять один у другого, что есть. Я иногда вот рассказываю о мусульманах, как ко мне. Чего вы их все время хвалите? Я говорю, по определенным областям. Вот. И мы с ними где встречались, как привещают, уважение к старшим, как к сокалам. Я попал в одну драку, у них там с русскими дрались. На меня налетел один, а тот кричит, не трожь, а к сокал. И побежали дальше. А у нас даже нет. Старик, старик тебя ударит. Но это, которые там знают по-настоящему. А которые сегодня, это мусульмане, они там и свинину едят, и пьют, и все это. Тоже не очень. Но вы сейчас обобщаете, понимаете? Да нет, я не обобщаю. Это такие они живут. Это туркмены, узбеки. А вот Саудовская Аравия, там Йемен, там строго. Ворует человек, руку отрубят ему. Они сурово смотрят на это. Не, вот зачем вы обобщаете? Получается, если человек, которого вы знаете, да, или я не знаю, откуда у вас такие убеждения, потому что все мусульмане сейчас такие, я не знаю. Скорее всего, это в вашем окружении такие мусульмане, правильно? Ну, вокруг какие есть. Я говорю, я не обобщаю. Я делаю различия между теми, которые здесь, которые в Турции. Разница огромная. Мы в Турцию проехали всю, с той стороны Черного моря. Какие они трудяги? Как они работают? А? Тут вот на Кавказе, вот в Грозном. В Грозном мы были несколько раз, потому что Господь позволил. У меня 38 томов книг вышло. Я дарил во все библиотеки. Ну, 6 мусульманских республик. Прошли мы не только здесь, а в Абхазии даже, и там до Грузии дошли, прошли. И вот здесь, когда беседовали с ними, у них мужчины, библиотекари. А у русских почти нет. Это я, кажется, один раз только встретил. И мы сразу заходим, говорим, там комната вот такая, стрелка идет по стене, комната для намаза. Мы спросили, сфотографировались с ним. Я библиотеке дарил книги. Каждый комплект 750 евро стоит. Я говорю, а можно зайти помолиться? Он сразу трубку снял, раз, так, нам открыли, мы разулись, зашли, все сняли и стали молиться. Мы просили мира Дагестану, просвещения в Боге. Нас узнали, что мы приехали издалека, там, женщины в магазин прям, заходите, заходите, давай нам сыр и давать лаваш там бесплатно. Мы говорим, не, 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 не надо. Вы такую дарь приехали, нам такие подарки привезли. То есть очень приветливые. А в Чечне, ну, ехать дальше-то, не знаем, где библиотека-то. А идут молодые ребята, лет по 17, чеченцы. Ну, у нас один, мы два проповедника и шофер, он вышел. А они прям пошли впереди, давай сейчас пройдем, покажем, где. А нам говорили, только головы режут там. Нет, нас везде принимали как родных. Понимаете? Вот, видите, вы опять, вот, вот, мусульмане, получается, вот такие. А вы говорите, сейчас мусульмане все едят свинину там. Нет, я говорю, те, которые у нас, у нас здесь, которые есть, они ничего не создают. У нас, у нас это где? Барнаул, Алтайский край. Ну, вот, видите, Барнаул. Да. Ну, они такие, они считают, я мусульманин. Я говорю, а как же ты свинину ешь? Я уверен, то, что и там есть достойные мусульмане. Скоро всего, к вам попадались такие, знаете. Ну, они не то, что попадались, они тут работают, нанимаются летом, дороги строят и прочее. Ну, вот. Если у вас будет желание встретиться по скайпу, Игнатий Лапкин, зарядите, и вы на меня выйдете. По скайпу. Игнатий Лапкин. Можете записать. Мы, вот, понимаете, у меня брат священник, ну, по-вашему, мула, он 40 лет священником. Мы государственную школу сами себе построили, деревню на пустом месте. Все в Христе, все одного верующие. У нас не ворует никто, ни одного скверного слова нету. Никто не курит, этого нету. Мы молимся. У нас опять же кого? А это здесь, Алтайский край, мы деревню строим. Ну, вы прям за всех отвечаете, да? Да нет, которые у нас, в деревне которой, а там мало людей-то. За всех, до одного. У нас этого нету. Идем в храм, вся деревня, все молятся. Вот служба на воскресный день где-то. Вот сейчас у нас 2 июня будет, 28 лет, как мы деревню строим. С нуля. Приехали, ничего нет, лопата одна. А теперь уже и дома есть, и электричество, и интернет, школа, все. И государство ни рубля не дало. Мы все своими руками. А население? Население какое у вас? Русские все? Ну да, есть украинцы. Да кого там? Мало, там домов может быть 14. А молодые, а молодые есть? Есть, конечно. Но они заканчивают школу, у нас 9 классов. А потом учатся в городе, заканчивают университеты. У нас многие с красными дипломами, то есть все на пятерке. Народ хороший. Свадьбы играются. А что вы, ваше мнение, да, хотелось бы услышать, раз вы столько Библии, Коран изучали. Что вы скажете по поводу атеистов, которые вот сейчас, прям, сейчас такой тренд пошел, тренд, да, такой хайп, можно сказать, пошел на атеистов, да. Все там, все ученые атеисты. Вы спрашиваете про атеистов, я им показываю, вы тоже верите, верите в ничто, в дырку от Бублика. Я им привожу, смотри, вот такой был философ Монтень, он говорит, отрицать Бога, вот как вы, у гроба близкого и под звездным небом могут только тронутые умом или явные преступники. Подумайте, у вас выбор небольшой, два варианта только. Ты же видишь, какая красота. Сколько разных насекомых, птиц, зверей, кто сотворил? Но это как бы сейчас и учеными доказано, да, и физиками доказано, что вот все это как-то эволюция пошла, понимаете. Есть доказательства этому всему? Нет доказательства, что между человеком и обезьяной, ну пусть там астралопитек, пятиконтроп, нет промежуточного звена нигде. Академик Верхов доказал, то, что скелеты составили от разных животных на большом расстоянии друг от друга. Это фальшивка все. Слон и комар, это разное. Слон не может в комара превратиться, и гусь в свинью. Все разное. Вот в Библии написано, Бог сказал и явилось. Так, у нас сейчас занятия будут. А в утренней молитве, вот у нас по интернету идет молитва. Вот. Сейчас маленькая будет. Вот если вы по скайпу зайдете, я вам большие материалы там бы дал вам показать. Как у нас по скайпу, там с разных стран, все мы вместе друг друга видим, считаем молитвы, псалтырь. А после этого материалы о семье, о священстве, о церкви. Три раза в неделю по скайпу идут занятия. Чат называется. Свой. Ну, это круто. Но у меня как бы гера другая, понимаете. Ну, что другая? Это мы живые. У нас тут в прошлом году приехал мусульманин, он принимал крещение. Отречение от всех своих заблуждений. И он хороший мужчина. И много приходит. Самый большой недостаток в мусульманстве, что отрицание Христа как спасителя. Вот это самое большое. А остальное прекрасно. Как они заботятся друг о друге. Один говорит, в пустыне там где-то пасет он на вещик-то. Ну, и они, два пастуха, пастушенок, и они решили заколоть барашка. Барашка закололи, а огонь. Еще один подходит. Салям алейкум. Садись, садись, брат. Когда, говорит, козленок-то сварился, которого закололи, то уже 25 человек сидело рядом. Лишний нигде не будет. Голодный не уйдет. Мы все братья. Вот это нравится мне. Они идут на костер. Пришел. Садись рядом, садись рядом. У нас так принято, да? Ну, не про нас этот разговор. У нас так. Если никого нет, это приучили безбожники, атеисты-то своровать, стащить. Это другой климат совсем. В Москве сейчас атеистов много. И мы должны это сказать. Прятать нечего. А что прятать-то, когда так все есть? Так, все, у нас сейчас занятие, эскать, молитва будет. Я вам все данные выдал. Пожалуйста. Все хорошо. С Богом. До свидания. Воскрес. Молодец, Сын, Воскрес. Молодец. Мы пришли сюда, в это ущелье мрака и тьмы, возвестить о свете Божьем, о любви Божией, что Сын Божий Иисус Христос умер за грехи всех людей. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые знают об этом, а некоторые не знают. И вот здесь в рулетке, я говорю, сколько мяса валяется, голые мужики никому не нужны, просто лежат. Это да, что есть, то есть. Ужас просто какой-то. И совокупляются, и блудят, и анонизмом занимаются. Все открыто. Это самое грязное место в интернете. А вы знаете, кто изобрел этот чат-рулетку-то? Андрей Терновский. 17-летний школьник, двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были. Я думаю, экзамены не сдам, надо что-то думать. И вот придумал рулетку, чтобы не регистрироваться, ни к чему не обязан, вместо блуда. И мужики здесь, что попало, с ума сходят. И женщины. И трясут грудью там, и матерятся, пьют, курят, дымят все время. Почему? Потому что сатана свел на погибель людей. А если человек это не делает, и не хочет слышать, Господь не до конца будет терпеть. Он может ударить, и дым пойдет. А вы тогда что здесь делаете? А что я тут делаю-то? Вот вопрос. Учитывая то, что я христианин, православный проповедник, можно продолжить сказать. У меня брат был верующий, не по плоти, по духу. Сергей Козлов, парализованный, 17 лет, из Краснодара. И перед самой смертью, он, ищет рулетки, два ролика составил, беседы записал. Я посмотрел, ой-ой-ой. Я тогда стал молиться, Господь, дай мне этот талант, Сергей, продлить его дело. Я уже, наверное, дней 80 здесь. Мы много нашли людей, которые на наших ресурсах бывают. У меня очень большой канал есть. Он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». У нас 15500 роликов, как мы православную деревню строим, как миссионерская поездка была с Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия. Как я везде дарил 38 книг своих. У меня из печати вышли книги. Мы все показываем, как есть. Рассказываем. Если вопросы есть, отвечаем. О событиях мира никто не понимает. Вот я посмотрел тут, процентов 50 голые мужики валяются. А от общего числа процентов 80 от мусульманий. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну вот, поговорить. Да кого говорить-то, говорить не умеешь. Говорить. Дома, я говорю, четыре жены, за всех надо колым платить. А тут 44 голые даром захохотали сидят. Я вас жеребцов знаю, на чужих кобылах ездить привыкли. Блудливое племя. Ничего не хотят слушать. И сидят, и лежат там, и дымят. А, говорите, у вас книга там священная есть. Какая ваша книга священная? Вы считать-то, наверное, не умеете. Я им тогда показываю. Вот это вот, наверное. Гу, Коран. Коран. Я говорю, что еще написано? Не может. А тут баран. Ни один. 160 человек, и ни один не мог прочитать. Да какие же вы верующие? Такие же, как мы православные. Сырковно-славянский язык с толпами стоят, ничего не понимают. Вот, да ладно, если такие же. И мы ездили. В шести мусульманских республиках были. Турцию прошли. Я везде дарил полный комплект книг. А это 750 евро. И мы в доме мулы ночевали в Баку, Азербайджан. В мечеть ходили, молились. Комната для намаза, где-то в Кайспирске. Я их знаю. У меня один том написан о Коране. До одной суры аята я разбираю в сравнении с Библией. Я могу сказать, сколько букв в Коране. У меня все данные есть. Сколько раз Ибрагиму у них встречается. И сколько у нас Авраам. Это одно имя. У них Сулейман, у нас Соломон. Что интересно, Марьям, это у них Мария, а у нас Мария. Одинаково. 35 раз у них, 35 раз у нас. Библия наша больше Корана, кажется, в 6,7 раза. А Новый Завет больше Корана, тоже больше. В 1,16. Я говорю, вот если по одному часу считать Коран, сколько надо времени? Не знаю. Я говорю, 16,5 дней. Я им такие данные выдаю. Ни один мусульманин не знает нигде. Как же вы так? Тут написать что угодно могут. А у меня перевод, самый лучший перевод на русском языке. Да я могу бы его на других языках считать. Просто мне сейчас не до этого. Мой ресурс кончился. 10 июня 80 лет стукнет. Рядом, вплотную. А Библия говорит, лет человеческих жизней 70 лет, а при большей крепости 80. И самая лучшая пора – труд и болезни. Мы свидетельствуем. А это все говорят так, с кем начинаешь говорить? Все до одного. Вот если у меня разговоров прошло, ну допустим, я не знаю сколько, но учитывая, что в день несколько, до 80, ну разговоров-то почти 500 было. И все до одного торопятся, как наши попы. А я пойду куда-то работать. Ну, видишь, я на работе, я поставил установку, она у меня закачалась. Ну ладно, так, слушайте, я хочу сказать, если у вас будет желание встретиться, вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете, я один с этой фамилией. Себе запишите. Игнатий Лапкин. Запомнил. Я еще с первого раза запомнил. Ну а потом забудете, если не забудете. Посмотрю, но не всех. Да. Мне очень интересно. Дай Бог вам здоровья. С Богом. Храни вас Господь. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok